Добрый вечер, мои дорогие зрители! Всех приветствую еще раз! Ну что, вечерние посиделки? Сидеть на балконе, хоть воздухом подышать? Сейчас уже посвежее стало. Да, уже 28,4. Было 30,8. Влажность уже и 50%. Ветерочек еле-еле, душа в теле. Ну, очень жарко. Даже не жарко, а я бы сказала, душно. Был бы ветер, пускай будет 30, но чтобы был ветер, тогда будет классно. Вот почему мне нравится Египет. Там может быть жара 40, но там всегда ветер. С Сахары дует ветер. Если высокое теплое, да, он теплый ветер, но он ветер. И классно себя чувствуешь. И там сухой климат, хотя там и море. Там нет такой влажности. Там не потеешь. Там не ходишь мокрый, как здесь. Тут вот чуть-чуть у меня, я говорю, я сегодня уже опять постель перестирала. Но невозможно. Два дня и все сырое. Вот вроде бы жары нету. Я сама мокрая вся. Ну что, прилетело мне одно предложение, о чем поговорить. Верю ли я в колдунов, магов, в такую ерунду. Слава Богу, я с этим не сталкивалась. Но я знаю, что это есть. Верю я, не верю. Я об этом говорить не буду. То, что это есть, да, это есть. Так же, как есть плохие и хорошие люди. Есть люди с черным глазом, да. У нас в доме у моих родителей была соседка, мамина подруга. Тетя Галя, царство ей небесное. Она была крестная моей сестре. Вот. Но по характеру она... Она классная тетка была. Я дружила с ее дочерью. Ее дочь была года на полтора старше. Да, тетка на полтора года у меня была старше. Мы дружили в детстве. Хорошо дружили. Мой папа работал вместе с дядей Колей, с ее мужем. Ну, и жили прям вот они этажом выше. Но она по своей натуре была очень завистливая. Не знаю, чему завидовать, но вот зависть у нее, ее жгла изнутри всегда. И в этом смысле она была очень глазливая. Да. Ну, как-то мама говорила, но она старалась, хоть она и подруга была, не все ей показать, рассказать. Потому что если ей все расскажешь, это или не сбудется, или пойдет все наперекосяк. Но с чем мы столкнулись? Когда у меня родилась дочка Женя, мы тогда еще жили с родителями своими. И мы обратили внимание, стоит теть Галле зайти к нам в гости, и секунду поделиться на мою дочь, ровно сутки у меня ребенок орет. Мы уже ее умывали, мы ее уже быстренько покрестили, чего только не делали. Потом мама сказала, говорит, приходит теть Галле, ребенка не показывай. Ну вот не показывай. Вот если я не показываю ребенка, там где-нибудь в комнате сижу, не выхожу, пока она с мамой общается, все нормально. Как вы думаете, что это? Я считаю, что это сглаз. Почему? Ну, понимаете, дело в том, что человека тоже можно понять. У нее случилось несчастье. В каком смысле? У нее дочь Люда, она была замужем. И, как сказать, когда ее внуку было год-три месяца, зять убил ее дочь. Дочь ножом пронул, задел сонную артерию, она привезли ее в больницу, она умерла. Ей было 20 лет. Когда Люду хоронили, я как раз уже была в декрете. Да, это было осенью, я была в декрете, только в декрет пошла. Вот это все случилось. Ну, конечно, человек перенес такую вот прям вот горе. Единственная дочь, и вот такое случилось. Внук она забрала к себе. Там Владик, внук у нее, он как раз был старше моей Женьки, как раз года на полтора так же. Людка на полтора года старше меня, и Владик у нее старше был моей Женьки. Но это даже не с этим связано. Даже когда у нее все было хорошо, все равно она была глазливая. Я это все прекрасно помню. Вот, потом еще был случай. Вот я говорю, вот верить, не верить, это уже решает каждый сам. Я не верю там в приметы. Это сто пудов. Но то, что есть люди с тяжелым взглядом, или с каким-то... У меня в это верила свекровь. Ой, как же она верит в это? Вот найдет что-нибудь, и начинает. Это колдуны. Это они зла хотят моей семье. Я все время только на нее смотрю. Господи, ну, что ты там нашла? Ну, может, ты сама эту иголку уронила около порога? Нет, кто-то приходил. Наверняка втыкал сюда. В общем, она верила, очень верила. Мне как бы... Вот я... Не то, что колдуны. Вот у меня иногда бывает... У меня просто предчувствие. Я, например, знаю, могу иногда угадать, там, человеку сказать, вот то-то, то-то. И у человека это сбывается. Они говорят, что ты как ведьма? Я говорю, да я не ведьма. Ну, просто как-то вот у меня есть какое-то предчувствие. Или как это даже назвать? Чутье. Чуйка, чуйка. Еще расскажу случай. У нас на работе девочка была. Она замужем была. У них дочка была маленькая. У них такая любовь с мужем была. Жили они в соседних дворах. А потом, когда... Во-первых, она очень долго не могла забеременеть. Ну, не то, что она не могла забеременеть. Она то институт заканчивала, то, значит, они поженились сразу после школы. Им 8 лет исполнилось, они сразу поженились. А девчонка у них появилась, им было лет по 25. Ну, то есть, пока они институт закончили, пока там туда-сюда, родители квартиру купили. Ну, и Светина родители купили квартиру. Вот Лизка у них родилась. И тут она, значит, в выходной один она мне звонит и говорит, Наташа, так и так, приди, пожалуйста, ко мне. Ну, я приезжаю к ней. Говорит, что случилось? Да у нас Лизка, что? Она говорит, мой-то загулял. Я говорю, как? Твой загулял, который в тебе души не чаял? Она говорит, да, ты представляешь? Тут пришел, собрал вещи, сказала, я от тебя ухожу. А я гляжу, он невменяемый. Нет, он не пьяный, не обколотый. Он какой-то как странный. Ну, я осталась у нее, потому что ей было это тяжело. Ну, вот эту вот проблему мы все переживаем. Прошло какое-то время. И она мне рассказывает. Приезжает ее свекровь и рассказывает ей. Она мне потом рассказывает. Что его бывшая, ну, то есть его одноклассница, они учились в параллельных классах. Девочка с ихнего дома, с соседнего подъезда, которая за ним всегда бегала. И тут они встретились. На той же встрече выпускников было. В общем, во дворе они пересеклись. Она не замужем. И он пошел туда. Они пошли к ней. Там они там одноклассники встретились. Он был как раз у матери. Что там произошло, никто не знает. После этого он ушел к ней. И Света, когда его спрашивала, она говорит, я не могу понять. Она что лучше меня? Что произошло? Такая любовь была, такая любовь сумасшедшая. Он говорит, да я тебя люблю, но я от нее не могу уйти. Он сам сказал. Ну, потом проходит какое-то время, наверное, с полгода. Ну, побольше, нормально. А Светка подала на развод. Конечно, она его отпустила. Говорит, иди ради бога. Полгода, месяца восемь прошло. И он приходит к ней. И она говорит, я смотрю на него, он как другой. Она говорит, что случилось? А он говорит, я пришел к матери, а мать меня не пускает. Почему? А зачем ты ко мне пришел? И он начинает рассказывать, что она забеременела, и у меня, говорит, как пелена с глаз упала. Вот знаете, когда покрывала, через него смотришь, потом она... И я понимаю, что я натворил. Я эту женщину не люблю. Почему я оказался с ней? И Света, у нее там знакомая какая-то знахарка была. Она поехала к ней. Она сказала, говорит, она сделала приворот. Пока она его поила этим приворотом, он был с ней. Она хотела забеременеть. Вот она забеременела, а беременным делать приворот большой грех. Она перестала ему подсыпать. И приворот прошел. Представляете? И он говорит, я как проснулся, как будто я во сне был. Я как-то ходил на работу, приходил к ней, мы что-то делали, что-то... А ну, говорит, мы с ней даже не ругались. Мы толком не разговаривали. Ну, спали вместе. Что-то там делали. Один раз в отпуск съездили. И он... Он стал к Светке ходить. Я сказала, нет. И вот, когда Светка вот этой знахарьки спросила, говорит, а что дальше будет? Она сказала, говорит, приходи, я буду чистить тебя, твою дочь. Его не буду чистить однозначно. Потому что приворот сделан и на вас. Чтоб он от вас отвернулся, а так вы сейчас будете болеть. Ну, не знаю, что там было. Это все со слов. Как она ее там чистила, что она там делала, эта знахарка. Короче говоря, она своего мужа не пустила. Та деваха, ну, она сказала, нет, я с тобой жить не буду. Что это за новость? Ты будешь мне тут уходить, приходить. Тем более, там ребенок родится. Там родился мальчик. И у мальчика была какая-то проблема. по здоровью. Ну, то есть, не то, что там вот он с чем-то родился. Ну, то ли роды у нее были тяжелые. Ну, в общем, болезненный мальчик был. И что-то о знахарах сказала, говорит, зря она через приворот решила ребенка поиметь. Лучше бы так, напоила мужика и переспала бы с ним. Ну, вот, такие случаи бывают. Они могут быть. Потому что колдуны всегда были. Знахари всегда были. Моя няня, которая меня воспитывала в детстве, была знахарка. Вся подольская белый дом ходил к ней лечиться. Она лечила заговорами и травами. умирала очень тяжело, потому что она все это пропускала через себя. Она заговаривала грыжу моему сыну маленькому, когда он родился. Она говорила то, что обязательно надо покрестить. Она была верующая. Это, между прочим, первый человек. Хотя мама меня окрестила втихарца от отца, потому что отец у меня был партийный. Она еще тогда в Звенигород ездила и крестила меня своим, ну, с кумовьями. Отцу не говорила. Отец уже узнал, когда я взрослая была, что я крещеная. А баба Таня, она сразу говорила, надо крестить. Обязательно. Она вот прям сразу я так принесла, я говорю, ну, вот сейчас зимой холодно в церковь, туда-сюда. Она говорит, крести быстрее. То есть она вот такая была верующая. И именно вот, что я хотела сказать, именно баба Таня, моя нянька, первая меня отвела в церковь, когда я была маленькой девочкой. Так как папа не разрешал, мама ходила редко-редко, чтобы отец не знал, то баба Таня меня водила. Так как она со мной сидела, мама у меня работала по скользящему графику, баба Таня тоже работала, у них были разные смены. Поэтому в свои выходные, когда мама работала, баба Таня со мной сидела. мама ей доплачивала. И вот по выходным она меня водила в церковь. Я тогда первый раз увидела, как пекут вот этот кулич. Тогда папа не разрешал ни куличей, ни пасок, ни яиц, ничего не надо. да, она меня водила. Я первый раз увидела. Я увидела вот эти иконы. Она меня причащала, водила на причастие. Вот такой был человек. Ну, мама ей разрешила, а она говорит, отцу не надо говорить, потому что такая жизнь была. Самое интересное, вот в какую церковь она меня водила, у меня оба ребенка там крещеные. в той церкви в Подольске. Там в книгах записано все. Поэтому как-то так. Я скорее больше верю в Бога. То есть защита оттуда. Конечно, есть плохие. Но это вот как Бог и черт и дьявол. Но есть люди белые, есть черные. Вы сами можете написать свои истории, сталкивались вы с такими людьми. Ну, вот я вот мало, но вот был такой случай. Да. Поэтому ведьмы, колдуны, конечно, они есть с поколения в поколение. Я знаю, что колдуны очень тяжело умирают, потому что это очень такая тяжелая смерть у них всегда. Но мы люди белые, мы люди чистые. Мы не колдуем, не выражим. не привораживаем. Поэтому у нас все будет хорошо. Плохо уже было. Ну, вот сегодня такие болталки. Там сегодня подняли вопрос, описали там насчет туберкулинодиагностики. Вот это вся катавасия. Девочки, почитайте приказ Минздрава. Какой номер? Я вот там писала, отвечала. И вам объяснят. Если вам в поликлинике не объясняют, что они делают, они нарушают закон. Они должны конкретно писать, что они делают, что они вводят ребенку. Годность, срок годности, серию обязательно. А вы имеете право всегда спросить. Будьте бдительны. и если вам медсестра говорят, мне некогда объяснять от чего и почему и как, вы имеете право отказаться и идти к заведующей детской поликлинике главврачу, кому она подчиняется. Сказать, почему наш медик нам ничего не объясняет. Она должна объяснить, рассказать, растолковать, показать, а потом только сделать. И не только собрать согласие. Все, мои хорошие, на этом я прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.